Что может быть лучше, чем эффектное испарение российских наемников силами турецких БПЛА в Ливии и Сирии? Только внутренний раскол между отпускниками Путина из ЧВК Вагнера и генералом-отступником Халифа и Хафтером. Эта ситуация лишь усугубляет кризис в рядах приспешников карликового царька из РФ, способствуя успеху Раджепа Эрдогана, который решил навести порядок на Ближнем Востоке. Пока путинские болванчики грызут друг другу глотки, вооруженные силы Турции укрепляют свои позиции, расширяя географию операций и сжимая хватку на глотки террористов. События развиваются настолько стремительно, что в скором времени ренегаты начнут собственноручно закатывать в консервы бывших союзников в лице наемников Вагнера. Турецкие дроны продолжают давить тараканов на авиабазе Аль-Ватия, а подступы к вражеским позициям в районе города Тархуна сжимаются под мощным натиском правительственных войск. И как раз в этот момент стало известно, что руководство ЧВК Вагнера окончательно разругалось с ливийским партнером Путина генералом Хафтером. Согласно инсайдерской информации, поводом для разногласия оказалась многомиллионная задолженность расфуфыренного полководца перед российскими наемниками. Речь идет о 150 миллионах долларов, которые туристы из Мордора должны были получить за свои услуги в Ливии. Однако Хафтер оказался недоволен эффективностью действий наемников из королевства Валежника. По его мнению, вагнеровцы откровенно сачкуют и не выполняют взятых на себя обязательств. Зная бравые подвиги этой организации в Сирии, а также истории с американскими военными, которые превратили их там нетов в пепел, неудивительно, что они и здесь умудрились обделаться. Источники, близкие к предводителю путчистов, заявляют, что боевики ЧВК Вагнера избегают участия в боевых операциях. Вместо этого они всеми силами пытаются забраться поглубже в тыл или воевать с дистанцией. В данный момент наемники сосредоточили свои силы на снайперской поддержке, инструктаже артиллерийских единиц и ремонте техники. Разумеется, это совсем не те действия, которые ожидает от широко разрекламированных представителей госпожи Путаны генерал-отступник. Тем более, если таких вот грузчиков-алкоголиков приходится платить миллионы долларов. Пока в войсках автора воевали против ослабленных сил ГНА, расхлябанное поведение ЧВК Вагнера, их наниматель был готов терпеть. С появлением турецкой армии ситуация перевернулась ног на голову, а предатели вынуждены отступать по всей линии фронта. В этих условиях стало ясно, что боевые навыки российских дуримаров подходят разве что для шитья портянок. И даже те будут разваливаться при малейшем дуновении ветра. Ситуация также осложняется бесконечной чередой поражений, связанных с бесполезным хламом под названием военная техника РФИ. Еще в Сирии стало ясно, что российская ЗРК просто бесполезна против беспилотников Анкары. На ливийских просторах количество утилизированного металлолома увеличилось многократно. К примеру, 12 мая в путинский рай улетела очередная система панцирь вместе с экипажем. За последний месяц это уже пятая ЗРК российского производства, которая приняла презенты от турецких дронов. Несложно догадаться, что генерал Хафтор приходит в бешенство при каждом упоминании военного хлама из РФ. Он явно ожидал большей эффективности от военторга плешивого царя. В такой обстановке главный ренегат Ливии уже и не рад, что связался с наемниками из армии валежника. Конечно, дареному коню в зубы не смотрят, но это утверждение справедливо только в том случае, если тебе не приходится платить зарплату этим нахлебникам. Раскол в лагере неприятеля играет на руку Раджепу Эрдогану. Турецкий президент умело пользуется разногласиями между Хафтором и российскими наемниками, оказывая давление на самые болезненные точки. В итоге отступники терпят поражение, обвиняя друг друга в провале. Кроме того, на замену уже отбывшим в рай господам присылают новичков, которые чуть ли не первый раз в жизни держат в руках автомат. Пушечное мясо в этом случае становится буквальной формулировкой, ведь боевая эффективность этих солдат равняется нулю. Подобное пополнение испаряется при первом же налете турецких беспилотников. Но самое интересное произойдет, когда падет захваченная боевиками авиабаза «Аль-Ватия». Долгое время она служила главным форпостом вагнеровцев. Потеря этого оплота российского терроризма приведет к окончательному расколу внутри лагеря путчистов. И тогда разобщенные предатели станут легкой добычей для Анкары и правительственных войск Ливии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok